МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 5 11 99 66. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Также у нас есть группа ВКонтакте и медиаканал эфира 24. Там вы можете оставлять свои сообщения. И в этой же группе ВКонтакте мы начали голосование. Так что голосуйте и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, для того, чтобы поговорить на тему проходящей вакцинации, для этого в студию в гости мы пригласили заместителя руководителя управления здравоохранения города Казани, Альбина Малова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Для начала, как мне кажется, стоит поговорить о том, на каком уровне сейчас у нас находится заболеваемость гриппом, УРВИ. Сейчас как-то стоит ли говорить, не знаю, о том, что подходим к эпидпорогу. Просто я в последнюю неделю читал из средств массовой информации, там очень много писало, то, что якобы рост заболеваемости сейчас как обстоят дела. Действительно, рост заболеваемости имеет место, но пока он колеблется. И уровень заболеваемости ниже эпидпорога. По республике Татарстан более чем на 30% от эпидпорога. По городу Казани на 14% ниже эпидпорога. Конечно, существующие аномальные метеорологические перепады температуры, наверное, добавят нам повышение заболеваемости ОРЗ, потому что простудный фактор для ОРЗ является первично работающим прекрасным фактором, к сожалению, вот таким вот негативным. И это можно прогнозировать с достаточной уверенностью. Но, тем не менее, на сегодняшний день случаев регистрации заболевания именно гриппом пока не наступило. Я могу пояснить, что ОРЗ – это группа заболеваний, в основном вирусной природы. Это не только грипп, но и парагрипп, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция. Это вот те вирусные инфекции, которые входят в группу простудных заболеваний. И человек очень часто болеет этими заболеваниями в течение года два-три раза. Но только против одного агента, а именно гриппа, есть вакцина. То есть надо в любом случае разграничивать здесь грипп, здесь вот другие заболевания. Да, конечно, безусловно. Врачи очень хорошо знают клинику гриппа. Я могу коротко напомнить, что это такое. Это температура 40, это тяжелейшая интоксикация, выраженная ломота в теле, сильнейшая головная боль. Причём трудно найти удобное положение даже в постели, потому что всё болит. Ни есть, ни пить невозможно. Спать тоже человек очень может плохо. Катаральный синдром присутствует, ну, то есть чихание, першение в горле. Это присоединяется со второго дня болезни. Но и грипп тяжёл своими осложнениями, конечно, в первую очередь. Он в этом отношении чемпион среди всех остальных вот этих ОРЗ. Потому что грипп – это острое осложнение вплоть до инфекционно-токсического шока, так называемая геморрагическая пневмония, когда смерть наступает в течение нескольких часов. Это кровотечения могут быть, носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, у женщин маточные кровотечения. И осложнения, так называемые, поздние, но они тоже имеют право на жизнь и в 8% гриппа имеют эти осложнения. Это, в первую очередь, пневмонии, в том числе тяжёлые. Это менингиты, нефриты и поражение сердца. Ведя целого букета различных поражений. И всё это грипп. Поэтому вакцинироваться против гриппа обязательно нужно. Ещё раз, получается, пока случаев вспышки гриппов не наблюдается? Пока случаев вообще, не только вспышки, но и даже регистрация на нашей территории не идёт. Поэтому вакцинироваться мы призываем. И наша вакцинальная кампания продолжается. Для того, чтобы успел сформироваться хороший иммунитет, прогнозируемому появлению гриппа. А он традиционно в наши края приходит в середине января примерно. И длится от 6 до 8 недель. То есть захватывает февраль, часть марта, как было в прошлом году, например. Вот к этому времени надо успеть, чтобы сформировался нормальный иммунитет. И лучше это сделать за несколько недель, за 6, за 8 недель до прогнозируемого наступления гриппа. Чтобы как раз иммунитет сформировался. Да, конечно. Ещё раз хочу напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 5-11-99-66. Мне уже сообщают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня вопрос к Альбине Маловой. Нередко после прививок люди заболевают в лёгкой форме. Это раз. И после прививок на отдалённых сроках люди всё равно болеют. Как вы относитесь к профилактике многообразных противовирусных препаратов, которых сейчас на рынке представлено очень много? Спасибо, с уважением. Спасибо большое за звонок. Ну, отличный вопрос, состоящий из целого ряда вопросов. Позвольте, я уж остановлюсь так последовательно. Ну, что касается переносимости самой вакцины. То есть, в паспорте вакцины указано, что могут быть определённые реакции на вакцинацию. Почему мы и призываем, что надо вакцинироваться, находясь в здоровом состоянии. То есть, никак не на фоне болезни, какой-либо. Ну, или относительно здоровом состоянии, компенсированном состоянии, что важно для больных хроническими заболеваниями. А мы их тоже обязательно вакцинируем против гриппа. Поскольку после вакцинации могут быть такие реакции, как небольшое повышение температуры, небольшое чувство ломоты, покраснение в месте инъекции. Но это всё проходит от нескольких часов, ну, до суток, до полутора. Это нельзя считать заболеванием. В этом ничего страшного нет. В этом ничего страшного нет. Более того, разбираясь в умонологии, я могу сказать, в этом случае формируется чудесный, великолепный иммунитет против гриппа. Ну, бывают случаи, когда человек уже как бы заболевал, но не придал значения и провакцинировался против гриппа. В этом случае у него могут одновременно развиться его заболевания, чем он заболевал. Это может быть любое ОРЗ. Всё-таки вакцинируем в слякотный период, в холодный период. Люди контактируют, чихающих сейчас много. И никто, как говорится, не застрахован от заболеваний вот теми вирусными инфекциями, о которых я говорила. То есть, киновирусным прочим... То есть, сделан прививку от гриппа, может заболеть другими инфекциями. Конечно, это сочетание, к сожалению, в данном случае трагическое, так я могу сказать. Потому что трагизм в этом только в том, что человек получает негативные впечатления от этой вакцинации. Проводит параллели и думает, что именно из-за этого. А ведь вот вопросы безопасности медицинских, любых вмешательств, они первонастепенно для любого человека. То есть, если мне чего-то сделали, а вдруг мне хуже, я буду увязывать это с медицинской манипуляцией. А в данном случае это скорее сочетание. Надо сказать, что в этом году вот на нашу вакцинальную кампанию, ну, вакцина замечательная, прекрасно работающая. Мы практически не видим никаких вот этих вот нежелательных реакций. Ни одной не зарегистрировано, ну, это официально. Но даже по отзывам пациентов мы с этим не встречаемся. Ну, надо отдать должное, производители вакцин, конечно, очень стараются. И все вот эти факты, они черпают и в социальных сетях, и так далее, и по-моему, поводонные. Они, конечно, собирают впечатление у населения массовое такое, чтобы держать руку на пульсе массового сознания. Вот. Ну и в вопросе ведь был еще второй пункт в части, напомните мне, что там была профилактика. Профилактика противовирусными препаратами. Противовирусные препараты – это официальные препараты. Если их принимают, правда, не сейчас, потому что сейчас они бесполезны. Противовирусные препараты принимают в сезон эпидемии, когда контакты ваши с больными гриппом, потенциально гриппом, очень высоки, и избежать их не представляется возможным. Тогда надо принимать противовирусные препараты, которые зарегламентированы и зарегистрированы как противовирусные средства. Но сначала что, надо общаться с врачом, спрашивать, что нужно, или же… Этого делать совершенно не обязательно. Здесь я могу такой дать универсальный совет. В принципе, вы должны, конечно, общаться с врачом на тему, как защитить себя, любимого, от нежелательных заболеваний, ОРЗ, гриппа и тому подобное. И врач вам может порекомендовать перечень препаратов, которые себя надёжно зарекомендовали именно в его клинической практике. Потому что у каждого врача есть своё мнение. Но я всё-таки призываю использовать с этой целью препараты именно лекарства, а не биологически активные добавки. Поскольку если какое-либо средство зарегистрировано как лекарство, вы можете быть абсолютно уверены, что там доказана его эффективность против заявленного агента. А биологически активные добавки что? Там доказана безопасность для применения. То есть они, можно точно сказать, они вам не вредны будут? А всё остальное – это реклама. Ну, может быть, добросовестное заблуждение производителей и веру его в чудодейственные силы чего-либо. И здесь может всё, что угодно. Вытяжка из когтей медвежьей, медведя там, какие-то борсучьи жиры, масла невероятные и так далее. Так, а вот если вернуться к вакцинации, которая сейчас масштабная проходит, получается, за два месяца сколько она? Два месяца проходит? Мы стартовали в Казани с 3 сентября. Вот за это время, по-моему, 60-65% от запланированного до конца, получается, этой вакцинации остаётся чуть больше недели. Вот эти 40%, чуть помежде 40%, это за неделю, чтобы успеть всех вакцинировать? Нет, наверное, потому что ведь до конца недели нам предстоят там праздники, когда все и медики тоже должны отдыхать. Поэтому мы будем очень поразить и ориентироваться на завершение вакцинальной вот этой вот кампании до 1 ноября. Но к этому времени мы уже, безусловно, должны уже завершить. Как правило, вакцины после проведения вот этой масштабной кампании, они остаются или же, наоборот, раньше заканчиваются? Вы знаете, бывает по-разному. Вот в этом году у нас пока вакцина есть. И в каждом медицинском учреждении определённый запас пока ещё имеется. Поэтому те, кто по каким-либо причинам ещё не провакцинировался, но относятся к группе риска, я могу перечислить. Это дети, которые посещают организованные учреждения, то есть детские сады, школы. Это учителя, работники образования, социальной сферы. Это медицинские работники. Это лица, страдающие хроническими заболеваниями. Это абсолютно все студенты. То есть, пожалуйста, вакцина на вас есть, провакцинируйтесь, пожалуйста. В этом году особенностями является то, что мы активно вакцинируем призывников. До этого не было такого? До этого не было. Они вакцинировались как бы по-общему. Но посмотрев и проанализировав, как наши ребята начинают болеть при призыве, какие там идут, регистрируются даже вспышки, мы, конечно, хотим их защитить. И мы готовы это делать. Идут пока не очень охотно. Работники сферы обслуживания, то есть это магазины, спортивные школы и так далее. Принцип здесь один. Принцип здесь один. Это те, кто будет контактировать по роду своей профессиональной деятельности или особенностей организма, по роду профессиональной деятельности с большим количеством народа. А по особенностям организма это лица с хроническими заболеваниями, которым просто опасно болеть гриппом, потому что могут обостриться их заболевания. А вот остальные люди, которые в эту группу риска не попадают, они должны получать за свой счет? Или же какие-то деньги из бюджета выделяются? Мы получили для бесплатной вакцинации 932 тысячи доз вакцины. Это на республику. В республике Тарстан проживает 3 миллиона 600 тысяч. То есть вот эта бесплатная вакцина из средств федерального бюджета закуплена для вакцинации в группах риска. Для бесплатной это гарантировано государству. Это их право. И надо им пользоваться. Даже подумайте, лечиться от гриппа, вот я посчитала, по лекарствам только выходит на 5 тысяч. Вакцина сдается бесплатно. Просто вот удивительно, почему люди ведутся на уловки всевозможные, байки в основном недоказанные, которые циркулируют о бесполезности вакцинации. Об этом как раз я хотел бы поподробнее поговорить, потому что в начале только этого месяца главная сложность, с которой сталкивались врачи, это массовый отказ родителей от вакцинации своих детей. Это напомню еще раз, что это было в начале этого месяца. Давайте посмотрим сюжет по этому поводу, журналисты его подготовили, его посмотрим, после продолжим разговор. Молодая мама Екатерина Павлова отказалась делать своему годовалому ребенку прививку от гриппа. Ей не важно, что вакцинация проходит бесплатно. Говорит, что иммунитет ребенка нужно улучшать с помощью свежих фруктов и закаливания, а не прививкой. Я потому что не уверена в качестве той прививки, которую нам предлагают в поликлиниках. Боитесь за здоровье ребенка? Да, из-за последствий. Неизвестно, как оно проявляет себя в организме, может быть, чем хуже заболеет ребенок. По словам медиков, родители массово пишут отказы от вакцинации. Сейчас в Казани привито всего 13 тысяч детей. Это 24% и в разы ниже прошлогодних показателей у врачей свое объяснение происходящего. Обсуждается в социальных сетях, рассказывают всякие байки. Я подозреваю, что это в том числе и результат работы фармкомпаний, заинтересованных в продвижении именно противовирусных препаратов. Родители отказываются делать прививки детям, возможно, по причине того, что эпидпорог по гриппу и ОРВ пока не превышен. Дети не болеют, а папа и мама не торопятся на вакцинацию. По прогнозам санитарных врачей, эпидемия гриппа начнется лишь во второй половине января. В данный момент, по словам врачей, реализовано лишь 50% доз, поступивших в поликлинике. Осложнения после прививки, как говорят медики, единичны. И в прошлом году, благодаря успешной вакцинации, удалось избежать эпидемии гриппа. Нельзя вакцинацию рассматривать как русскую рулетку. Но, если посчитать количество осложнений по вакцинации, то это очень малый процент. Очень малый процент. Я думаю, что русская рулетка как раз там, где вакцинации нет. Потому что вакцина есть, она поступила в полном объеме. И мы до 1 ноября хотим завершить вакцинацию в соответствии с тем количеством, которое поступило. Эльвира Шерафиева, Роман Фенин, Эфир 24. Вот я еще раз напомню, что вот такая ситуация сложилась в начале месяца. Сейчас как ситуация изменилась? Сейчас процент вырос. Сказать, что все пересмотрели свое отношение к вакцинации, я не могу. Потому что по-прежнему довольно часто отказываются родители от вакцинации. Но у нас не 100% детей вакцинируется. Потому что у нас в городе Казани 50 тысяч вакцины мы получили для вакцинации именно детей. А в городе Казани проживает около 200 тысяч детей. Понимаете, только определенная часть, организованные дети, так называемые, подлежат вакцинации. То не все. Ну вот очень красиво говорила мама. Вот заметьте, что она немножко путает понятия. Никакие фрукты, в том числе экзотические, не защитят ребенка от гриппа. Если он будет в контакте, он обязательно заболеет. Особенно детки маленькие, которые впервые будут сталкиваться с этим агентом. Фрукты не создадут специфический иммунитет против гриппа. Ребенок будет беззащитный. Она больше говорит о здоровье. Она о здоровье говорит ребенка. Конечно, хорошо, когда ребенок здоров. Но здесь я могу сказать вот, может быть, такие вот ужасающие вещи. Те дети, которые раньше не болели, к сожалению, гриппом болеют, ведь очень тяжело. Именно потому, что у них хороший иммунитет. Они, знаете, это когда, это своеобразное проявление иммунной защиты. Когда, чтобы уничтожить чужеродный вот такой вот сильный агент, сильный патоген, организм идет на крайнюю выраженность иммунных реакций и губит самое себя. Это вот форма инфекционно-токсического шока. Я раньше работала в инфекционной клинике. У нас ведь были такие случаи. Это ужасная трагедия. Вот, получается, еще раз обговорим то, что хороший иммунитет, вот это заранее, как-то, не знаю, там какие-то альтернативные способы борьбы, они с гриппом, от гриппа не помогают, они помогают от других только инфекционных заболеваний? Не совсем так. Хороший иммунитет – это не специфическая защита, так называемая. Вакцинация – это формирование специфического именно к гриппу иммунитета. Это разные вещи. Можно иметь хороший иммунитет и болеть тяжело гриппом. Можно иметь иммунитет специфический и не болеть гриппом. Собственно говоря, вот в этом и заключается русская рулетка, о которой так хорошо сказал министр. – Так вот, все-таки, опять-таки, я так понимаю, основная причина того, что люди не вакцинируются, это бояться все-таки, наверное, вызвать только эту болезнь. Эти все опасения не обоснованы? – Вакцинация против гриппа абсолютно безопасна в плане заболевания гриппом. Это, наверное, следствие первых вакцин против гриппа, которые применялись в 70-е годы уже прошлого века. Когда впервые были созданы вакцины, они были так называемые живые вакцины. Сейчас вакцины не такие. Сейчас это сплит-субъединичные вакцины. Ну, рассказывая буквально, можно сказать так. Это грипп-вирус, его разрезали на много-много мелких частей. Из тысячи его различных возможных комбинаций, имеющих антигенные свойства, выбрали наиболее актуальные 5-6. Вы понимаете, здесь вот этих побочных реакций, соответственно, то есть не тысячи антигенов человеку, а только несколько. Наиболее значимые и наиболее универсальные – те, которые встречаются в разных штаммах. Кроме того, используется в одной вакцине штамм антигены нескольких штаммов вируса гриппа. Он же тоже разный. У нас есть грипп А, грипп Б, есть подтипы гриппа А, знаменитая 2009-2010 год эпидемия пандемического гриппа. Вот, кстати, после этой эпидемии в 2011 году вакцинальная кампания шла на «Ура!» В рекордные дырбы, конечно. Так люди помнили, как умирали их знакомые, как тяжело болели вот этой пневмонией, которая шла вместе с этим гриппом. И как в Казани 5 клиник было закрыто и работало только на больных с гриппом. И это вот все, ну, все вот это вот помнится. Сейчас люди просто немножко успокоились. Забыли. Забыли, да. А сейчас, получается, еще раз, вот в этой вакцине все собраны, все известные штаммы вируса. Да, все актуальные штаммы. А вот эта сама прививка, она, как правило, нормально переносится? Нормально переносится. В паспорте вакцины есть перечень тех, ну, как бы, вот симптомов, которые могут сопровождать первые сутки после вакцинации. Об этом предупреждают медицинские работники. То есть, может покраснеть немножко место введения. Может быть, некоторое такое недомогание легкое. Может быть, даже повышение температуры, но не более 37,5, например. Вот. То есть, эти симптомы, они могут быть, они самостоятельно проходят, не требуют никакого вмешательства. Вот. Я опять-таки напомню, то, что если даже после прививки человек заболеет, еще не факт, то, что это грипп, от которого он привился. Конечно, потому что вирусов, которые вызывают ОРЗ, группу, очень много. Вот, еще, знаете, такой вопрос. Вот, все-таки каждый год идет кампания по вакцинации. Тем не менее, порой всплески наблюдается, да, очень большое количество заражается. Это, опять-таки, болеют не гриппом, получается, или болеют те люди, которые не привились? Вы знаете, мы анализировали, но начнем со страшного. Умерли от осложнений гриппа те люди, которые не вакцинировались. Вот это отслеживается. Потому что летальность от последствий, от пневмонии, в первую очередь, на фоне эпидемии гриппа мы всегда связываем, что грипп сыграл свое черное дело вот в этом конкретном случае. При анализе того, как болели люди, болели или не болели, можно уверенно сказать, да, после вакцинации можно заболеть гриппом. Но при этом болеть будешь легко, что называется, на ногах и без осложнений. Вот. Ну а те, кто не вакцинировался, те, конечно, находятся у нас в риске и по осложнениям, и по исходам, к сожалению. А вот люди, которые уже в этот сезон, допустим, переболели гриппом, они, опять-таки, не заболеют больше? Или, возможно, они подцепят другой штамм вируса? Или в один сезон, как правило, бушует только один штамм? Нет. Вот последние 2-3 года у нас циркулирует несколько штаммов вируса, гриппа, и, в принципе, болеть можно и несколько раз гриппом за один сезон. Но второй раз будешь болеть уже легко, потому что у них есть сходные все равно качества. И такой вот на уровне клеточного иммунитета, иммунитет будет срабатывать. Вот если кратенько сейчас, давайте еще буквально на один вопрос. У нас было голосование, делалось ли вы прививку от гриппа в нашей группе ВКонтакте. 78,5% ответили нет, мы не делаем. Вот если кратенько, что вы можете ответить? Ну, буду ходить к вам по любому приглашению на эту тему, пока они не победят наши. То есть люди, которые уверены в необходимости вакцинации. Вот что я могу сказать только. Очень жаль, конечно. Надеюсь, что все-таки этот процент людей изменится, будут больше приходить. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Спасибо. Напомню, у нас была Альбина Малова, заместитель руководителя управления здравоохранения города Казани. На это были главные новости. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.